Так, барок, если человек взял талит у другого человека, чтобы одеть одежду, чтобы он одеть, но у него там есть четыре коннерс. Разрешается ли одевать это без того, чтобы поставить цитит? Ответ, в течение тридцати дней, да, человек может одевать без того, что ставить цитит. Если у человека есть такой костюм, как фрак, и там есть четыре части, то там, то есть четырца спереди два, и сзади два, и они длинные сзади два, и это нужно туда ставить цитит, он не может человек одевать без цитит. Unless, если фрак имеет закругленный, если он квадратный снизу, обычно они делают такой, то нужно цитит, если закругленный, то не нужно. Лекадхила эйн лаварегал талит катан. Не нужно говорить благословение талит катан, это талит, который мы одеваем под рубашку. Эйн лаварегал талит катан, то есть только талит катан, чтобы бараха сказать, даже талит катан, является, когда имеет два амот, два, два, два... Нет, это два локтя, это примерно написано 96 сантиметров, это почти метр. Аль, Ама, и в ширину, один локоть, это 48 сантиметров. И это является, кроме того, что там есть дырочка для горла, которую мы ставим, для шеи, кроме вот этого, авал, ахут мишуразе, афал мишуразе, то есть, но меньше этого размера, даже если человек может одевать его для митцвы, благословение на него не говорит. И написано, мы лекадхиля, не нужно говорить благословение на талит катан, потому что мы говорим благословение на талит катан, на вот этот большой цитит, и выносим это из митцвы. И в следующий раз мы будем изучать, почему не нужно говорить о благословении на талит катан. Бару Ходонай ла улам, Аминь и Аминь.